Член сборной России Екатерина Туди-Гешева не мыслит своей жизни без сноуборда. На этом снаряде она катается с 11 лет. Сейчас спортсменке 27 и за ее плечами множество успешных российских и международных турниров. В предолимпийском сезоне Екатерина стала единственной двукратной чемпионкой мира в параллельных дисциплинах. Главная мечта сноубордистки – олимпийская медаль. А вот из глобальных желаний Екатерины, чтобы каждый ребенок имел возможность обучаться в специализированных спортшколах в любом из регионов России. Я об этом мечтала, о детских соревнованиях, чтобы провести именно на высоком уровне. То есть была задача показать детям Сочи после Олимпиады, год после Олимпиады, то есть чтобы они покатались на этих склонах. У нас даже флаги, если потом обратите внимание, после Олимпиады, то есть именно по тем флагам, по которым мы катались. Я хочу, чтобы они пропитались именно вот этим духом, да, то есть чтобы у них был стимул, чтобы они понимали, к чему стремиться. Всероссийские соревнования открытого детского кубка – первый шаг Екатерины Тудегешевой на пути реализации своих желаний. Провести турнир сноубордистки помогли спонсоры и Министерство спорта России. Единственное в России на сегодняшний день спортивное мероприятие для сноубордистов в возрасте от 11 до 16 лет пройдет на трассе Нагана. Она использовалась для подготовки олимпийских спортсменов во время игр. Этот склон считается хорошей тренировочной площадкой для дисциплин с лалом и с лалом-гигант. В соревнованиях примут участие представители из более 10 регионов страны. Все они уже неплохо владеют сноубордом и занимаются в секциях по несколько лет. 11-летний Макар Нехорошев катается уже 3,5 года, но на трассе такого уровня будет выступать впервые, поэтому все свои недочеты старается устранить, задав вопросы двукратной чемпионки мира. А вот Глеба Бардакова эта трасса не страшит. Недавно юный сноубордист принимал участие в соревнованиях на башкирском курорте Абзакова и показал неплохой результат. В группе 2004 года рождения и младше он взял серебро в параллельном с лалами и золото в параллельном гигантском с лалами. И здесь, в Сочи, юный сноубордист планирует себя показать. Эти соревнования сейчас для меня самые значимые в сезоне. И я на них настраиваюсь очень хорошо. Я понимаю, что я должен выиграть. Соревнования по параллельному с лалому пройдут 4 марта. В дисциплине с лалом гигант ребята сразятся 5 числа, после чего и состоится церемония награждения победителей Всероссийского кубка и открытого турнира Краснодарского края. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.